На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли молиться за богоборцев. Ну давайте для начала попробуем понять, кто такие богоборцы. Это те люди, которые борются с Богом. Но здесь есть много нюансов. Борются с Богом. Что значит бороться с Богом? Не признавать, что Бог есть – это богоборец? Нет. Он с Богом не борется, он просто считает, что его нет. Даже если он проповедует атеизм, да, но он все равно проповедует просто свою веру, что Бога нет. Он не богоборец. Хорошо. А те люди, которые отдают приказы, как было уже в нашей истории, взрывать храмы, говорить, что верить в Бога – это маразм. И тех людей, которые веруют, их святыня начинает уничтожать, сажать в тюрьмы, расстреливать. Эти люди богоборцы, да, они борются с Богом. Они борются с верующими, они борются с тем словом, который нам Бог дал. Говорят, надо все это уничтожить, сжечь и так далее. Это богоборцы. Они это делают осознанно. Да. Хорошо. А те, кто расстреливали наших священников, взрывали храмы, закладывали туда взрывчатку, они богоборцы? Все без исключения. Они выполняли приказы. Может быть, тот из них этого и не хотел даже делать. А может быть, те, кто расстрелили, даже этого не желали. Они не боролись с Богом, они просто выполняли приказы. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, что, во-первых, надо всегда понять, кто такой богоборец. Это тот, кто осознанно борется прежде всего с Богом посредством уничтожения людей и священного писания, и предания. Кто преследует за веру. То есть это люди, действующие осознанно. Как правило, это прежде всего те, кто дает такие приказы, кто организует такие. Вот вспомним, давайте, случай, когда тут некоторые девочки зашли в храм Христа Спасителя и там устроили шабаш. Они богоборцы или нет? Ну, лично я бы их не отнес к богоборцам. Это больше заблудшие овцы, точнее говоря, совершающие глупые, дурные, бездумные поступки. Но я бы их не отнес к богоборцам. Вот. А вот кто врывается в храмы и режет головы христианам, как сейчас это происходит в европейских странах, это борцы с Богом нашим. Они тоже верят в Бога, но они борются с Богом, потому что Бог всего лишь один. И если они за веру преследуют, уничтожают других людей, это богоборцы. Так вот, можно ли за них молиться? Вот, допустим, вы так слаб, слабый воин Христов. Вот так условно скажем, вы слабый воин Христов, вы это понимаете. Так вот, бесы, когда услышат, они сразу же услышат вашу молитву, вы же молиться начнете. Они будут знать, что вы приняли решение помолиться. Они скажут, ничего себе, обнаглел, решил молиться. За нашего этого слугу. И такую вам взбучку устроят, что вам мало не покажется. Даже монахам новоначальным не благословляется молиться за людей, к ним подошлись. Ну, часто бывает, да, подходит тебе человек и говорит, батюшка, помолитесь за меня, пожалуйста. И вот я скажу, я должен сказать, да, хорошо, да, обязан. И тут же помолиться. Но не заносить себе список в помянник, да, и намолиться за этого человека там, ну, скажем, возьму себе 40 дней. Не благословляется. Вот исполни долг любви, сразу помолись, и хватит. Вот на то, чтобы молиться за незнакомых даже тебе людей, ты должен обладать определенным духовным состоянием. Чтобы не получилось, как в священном писании написано, знаете, там тоже история, там найти можно ответы на все вопросы. Я так своими словами кратко. В общем, привели в бесноватого. И, значит, к священнику. Ну, он, как говорится, был вызван куда-то, а срочно уехал, оставил двух своих сыновей. А те решили, выражаясь народным языком, отчетку произвести без своего отца. И начали. Человек отстоялся, а потом в стопинулся и так. Не понял. Вы кто такие? Батюшку, там, скажем, Иоанна знаю, апостола Павла знаю. А вы кто такие? И как погнал их, сорвал с них все одежды, и они бежали голышом. Вот и помолились за бесноватого. То есть одержимого, в котором жил нечистый дух. Дух очнулся. Что это за моего клиента-то тут это? Понимаете? Это опасно. Чтобы молиться за богоборцев, надо всегда, и вообще за других людей. Вам, незнакомых. Это часто начинают, знаете, молитвы по соглашению. Будем молиться все друг за друга. Друг друга никто не знает. Все там в интернете группу создали и молятся. Вот я, например, сразу запрещаю. Я говорю, ты кого знаешь из них? Никого не знаешь. Ты сама моя подопечная. Ты сама нездорова. Ты же вообще духовно слаба. А уже взялась там молиться в группу. Вошла в какую-то. Поэтому, друзья мои, вот если в вашем роду есть богоборец, вот в вашем роду, там, про бабушка, про дедушка, да, то спросите все-таки благословение батюшки. Обязательно спросите. Потому что можно нарваться. Бесы-то не умирают. Они, это мы все их клиенты по роду. Они переходят из рода в род. Знают нас как облупленных. Знают всю нашу родовую наследственность. Ее используют. Как говорится, давят на слабые места, как соль на рану. Вот, поэтому попросите благословения у батюшки. Но если, так сказать, у вас сомнения, ну, то есть нет явного богоборчества, но долг наш молиться за своих родственников. Правда, это у нас в утреннем правильно. Об этом сказано. За кого мы по любви обязаны, обязаны, подчеркиваю, молиться. Вот как, то есть поименно, имею в виду, поименно. Когда мы все молимся, все без исключения за всех православных христиан, за власть и воинство, и я, это мы молимся без имен. И этой молитвой, можно молиться вот так вот. Она у нас в утреннем правиле. Правда? А вот поименно, это уже особая история. Это вот то, о чем я вас пытаюсь предупредить. Будьте осторожны. Иначе можете, если у вас духовное состояние позволяет, наверное, слабое, вы можете нарваться на очень сильное демоническое воздействие. Оно может стать плохо. И такие у меня просто практически случаи есть. И даже не один. Будьте осторожны. Продолжение следует...